Сильно оттуда не хавало Так, мотор Манульчик, передай привет зрителям канала Глобальная Волна Здравствуйте, зрители канала Глобальная Волна С вами Тетяшн Шаман и Шарлатан Я извините, только из лампы вылез А вот Все хорошо, а будет интереснее Но не всем хорошо Оставайтесь с нами Глобальная Волна Так, смотрим, что показывает Володя Итак, друзья Что мы хотим сделать Так как у нас сейчас коронавирус И доступа к Всякой поликристальной и кристальной Техники нету Да, нету Но зато у нас есть Конденсаторы некоторые Есть трансформатор от микроволновки Есть куча старых зеленых диодов Которые мы в кучу спаяем на нужное напряжение На эти два киловольта Есть дроссель Вот, ну сейчас я его покажу Да, есть конденсаторы Есть у нас катушка Высоковольтная наша Тесловская Любой индуктор мы туда приделаем На самом деле это тоже все в комплексе есть Есть этот конденсатор У нас нет только одной штуки Чтобы это все включить У нас нету вот этого вот прерывателя То есть вот здесь, по идее, должен быть транзистор Но транзистора у нас нету Или, подожди А Тесла вместо транзистора Использовала свой хитроумный Электромагнитный прерыватель Вот, да По сути, он работал как транзистор Только электромеханический Об этом и идет речь Слушай, Даша Но мощный Да, но мощный По сути, есть две схемы прерывания То есть вот, допустим Здесь мы накапливаем напряжение И подключаем его на какое-то мгновение К нашему индуктору с резонансным конденсатором Есть такая же схема То есть вот это все остается И мы подключаем по-другому То есть мы берем просто постоянку И эту постоянку просто-напросто каратим То есть на самом деле, как у Тесла Только у него без диода У него здесь два дросселя стоят Он каратит вход А у него диоды там вообще нету То есть, по сути, он вот здесь При помощи разных обмоток импеданса Можешь фильтровать полуволну В трансформаторе И, скорее всего, у Тесла Была именно такая намотка Потому что не было диодов Но ему нужно было отсекать одну полуволну Это можно индуктивно сделать Вот Ну, то есть, возможно, я не понял Вот у нас есть два варианта Подхода к этому вопросу Но она там сильно не это То есть смысл вот этот конденсатор Поставить или вот так Или вот так в схеме Остальное все там останется практически то же самое Вот То есть, или делаем параллельный резонанс индуктора На высоковольтной катушке Или делаем последовательный резонанс Ну, на индукторе высоковольтной катушке Вот и все А я думаю, что нам нужно будет кое-что еще докинуть Нам нужно докинуть еще одну катушку связи И вести третий контур Чтобы у нас Была еще некая дифференцирующая составляющая сигнала А вот параметры этой катушки Я сейчас, ну, я представляю как Но я не знаю, сколько это в проводе будет Манульчик, тут все началось На самом деле, вот смотри Я тебе объясню, как это сделать Если ты хочешь немножко подтянуть всю эту затею сюда На самом деле, вот здесь на ВВХе Надо намотать несколько виточков И потом эти несколько виточков Намотать вот на этот дроссель И все И как бы вот этот вопрос Вот этой компенсации Он решится Только это надо все, конечно, подбирать точненько И все, да Но мы сильно так заморачиваться не будем Мы делать будем классику То есть, вот Или вот по такой схеме То есть Но я все-таки подумал и решил Сначала сделаю я последовательный контур То есть у меня будет Отсюда с мото заряжаться 2 кВт Вот через диоды Заряжать вот этот конденсатор Через эту катушку Она там, ну, немного витков Хоть и толстого провода, но немного Вот И как только, короче, вот этот моторчик наш Который сейчас я покажу Смысл этой всей затеи Вот здесь вот коротнет У нас получается вот этот заряженный конденсатор А он именно настроен на резонанс этой катушки То есть это симбиоз вот этот конденсатор и катушка Тут же, короче, в катушке возникнут резонансные колебания Как красиво это назвал Володя, ты поэт Так, ну и так И так, у нас было что? У нас было Остатки Вот Как оно тут было-то? Вот так вот было Вот так вот была такая штука Здесь вот этот мотор стоит Вот так вот Прикручиваем Дорогие друзья, вы сейчас можете смотреть, как археолог Заслуженный техноархеолог Из очень тайной лаборатории Восстанавливает скелет динозавра Это нам Не нужно Вот Остается у нас только вот якорь Обычного электродвигателя Типа как и стиральная машина с подшипником Он сюда выходит Здесь у него флянец И Так, сейчас мы Эти шипочки И здесь у него стоит Такая вот шестереночка Редукцион Ага Вот И все это дело крутится Моторчик крутится вот этот вот Ну, примерно со скоростью Где-то около 10 тысяч оборотов Можно 220 его прямо воткнуть Он будет около 10 тысяч То есть по размеру колеса Там на 100 понижения Да, получается Ну, меньше То есть тысячу он выдает свою Да, он будет выдавать Примерно где-то вот на этом колесе Около, да Около там Двух-трех Ну, от тысячи до трех Он будет выдавать Ну, как минимум То есть, ну Даже на 220 Вот И что я придумал Вот у нас тут Все эти крышечки есть Посмотри, как замечательно Вот Все это дело закрывается Сюда ставится вот такая штучка Игорь Негода сейчас позавидует Он там точит, блин Стружку снимает А ты вот из говна и палок Не, ну он тоже молодец Не, не, не Такой он красавчик Игорь Негода это, конечно, инженер Большой буквой тоже И Вот К сожалению Мы пока с ним не контактируем И вот Будем Друзья В камеру Вот сейчас покажу Вот получается вот такая конструкция У нас здесь шестеренка Один фторопластовый элемент Второй Вот, Джиндос, смотри Ну Вот один вот так вот Другой Вот здесь внутри За шестеренкой То есть вот Вот она одевается Вот так вот Вот это фторопласт Мы его конкретно закрепим И в него Загоним Коммутационные Электроды Это все вот дело Там вот так встанет Вот А саму шестеренку Вот эту вот Я вот, ну, думал-думал Потому что она же сгорит Там при таких, короче, этих Напругах Я вот еще Вручную, короче Вот сейчас это Тоже полдня мучился Немножко Вот Фторопластовые такие Да, две С одной стороны у меня И с другой Я это сейчас Все это прикреплю Полностью Все это дело Ты знаешь, я боюсь Что возможно Придется Может быть Сделать Жидкостное Сложнение Редуктора Ну Я думал То, что Масляный Да Его можно полностью В масло Погрузить И вот у меня В конце концов Вот получается Вот шестеренка Я ее в одном месте Где-то просверлю То есть я вот Эту всю штуковину Соберу Вот так Полностью Как бы Да В кучку Сегодня вот Заклею Вот эту вот Пластину Потому что Она тут у меня Сейчас болтается Вот эта верхняя Вот Я ее всю Соберу Полностью Заклею Сегодня Закручу А потом Просто возьму И вот Отсюда Выставлю Это все дело В горизонт И сделаю Одну четкую Дырку Сверху И Отверстие Да А то у нас Сейчас в комментариях Тут за Понимали Ну да Знаете что Надо говорить Тогда не минус А катод Не плюс А анод А то что Вы Расслабились А тут Видишь как это Тут у нас Вот по поводу Катодов Анодов У нас же В чем проблема Вот смотри У всех Как бы Ну Юзер Ну Юзатели Юзателей Наверное Да Обычно Да 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 У них Обычно У них минус Это земля Так же Да А А Нет Подожди А у кого У кого Плюс Короче Общий Как ты думаешь Да На любой Связки Нет У как У какого Общества Короче Нет У какого Общества Инженеров Там Допустим Или Отрасли Плюс Общий Ты не в курсе Возможно Нет Возможно Я в курсе Но Может быть Не на русском Я тебе скажу У кого У связистов У них У них плюс Всегда Общий Да 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 Вот Того Я тебе еще Скажу Из другой Области У меня Был сосед У него был Очень старый Москвич Еще Анодированный Типа немецкий С какой-то Немецкой машиной Слиз Я Вот В этих Москвичах Слава Помню Но Суть не в этом У него на корпусе Сидел плюс Аккумулятор Не заряжался Никогда Да Вот Вот В чем фокусы Ты понимаешь И она не ржавела Да Кстати Да И вот Это вот Куча Всяких То есть Ты же Наверное В курсе Что такое Катодная Защита Труп Всяких Нефтяных И так далее Что они там делают Моряк И он В армии Служил И была Такая вещь Как Галероническая Защита Барусосудна Вот Это И есть Катодная Защита Вот Типа Ну вот И что они делают Они подают На корпус Минус А в В среду Пытаются Короче Скинуть Плюс И получается То что Корпус Никакой Мерии Короче Не окисляется Не перезовывается Убалансируется Ты Говорят Такие слова Бежим Володя Ты знаешь Вот Я Очень Ну действительно Как Глоток Кислорода Отдохну Вот То что Ты сейчас Показывал Это крутая тема Но Настаиваю Все таки Наверное Может быть На минеральном масле Оно и Дополнительную Защиту Даст Так Все это Дело Возможно Дело в том То что Если эту штуку Вот поставить Вот так Вот Вот И ее Полностью Можно Да Вот По сих пор Погрузить В масло И этого В принципе Будет Достаточно Потому что Сами Вот Контактные Электроды Они будут Вон там Вот Вот То есть Вот здесь Будет дырка Просверлена Там будет Один Стоять А здесь Будет Второй Стоять И здесь Это Ну Так Технически Все это Загерметизировать В принципе Возможно Но мы Ну да Это Поставить Вот Такая штука И Все это Дело И все Это Дело Будем Нет Ну вот Как бы На На основе Того То что Как бы Вот У дяди Коли Тесла Не было Короче Этих Всех Ну Моторчики То у него Были Были Можно В конце Концов Было И рукой Покрутить Тесла В гарантии Не сидел Ты понимаешь Он Ходил Вон И Устраивал Выставки Показывал Как током Бить людей И все Смеялись У него Не было Всего Этого У нас Другие условия Поэтому Мы Продолжатели Дела Тесла Вот Женец Поэтому Вот Я его Думаю Те Кому Подойдем Так Манульчик Завершай Сюжет Нашей видеосвязи Значит Нашим зрителям Демонстрируем Картину А Тесла Здесь должен быть Или нет Да Тесла Ну просто Не поймал Этот момент Я бы поставил Конечно Икону Тесла Портрет Точнее На этом Обратной Крышке У нас Еще есть Три места Вот здесь Вон там И вот на стульчике Вот Еще можем Три человека У меня Были мысли Какие Ломоносова Посадить Как минимум Туда Вот И Ну Тесла И еще Кого-то Значит Так У меня Были мысли Такие Тоже Какие Я хочу У себя В кабинете Разместить Портреты Да Ученых И конечно Это был Первый Майкл Фарадей Вот Однозначно Потому что Его книжка История Свечи Это Вообще Кто не читал Обязательно Прочитайте Вот Конечно Вторым Был Никола Тесла Третьим Был Дмитрий Менделеев С твоими Мыслями Возможно У нас Что-то Родится Вместе Какие-то Потому что Я сейчас Вот тебя Слушал Понимал С полуслова Что ты делаешь Это классика Понимаешь Мы-то Уже Копали Глубже Как бы Нам На этих Всяких Мясор Знает Вот Недавно Кто Меня Черт Дернул Мясорубку Разбирать Я Конечно Я так Не распилил Как ты У меня Была Задача Немножко Другая Как Порогову На четверть Повернута Вот Но Тем не менее Прекрасно Я Сам Эту Смазку Услышал Запах Так что Нет Это Что-то Странное И Я говорю Что В этом Есть Торсионика Передача Информации На расстоянии При помощи Наших Аудиовизуальных Сигналов Можно Которые Транслируются Через Математическую Обработку Самого Видео И так далее Вы задумаетесь Сигнал Много Раз Преобразуется Да И он Трансформируется И причем Он деградирует При этом При этом Но тебе Как инженеру Сейчас Должна У тебя Должна Пена Пойти Изо рта Что сигнал Отбедный Происходит Да То есть Неправду Нам транслируют Нет Ну то есть Невалидную Сигнальную Информацию Если мы Будем Вычислять Дельфа Дифференциал Жопа Это из Неронных Сетей Но я Просто Немножко В это Сейчас Пошел Учиться Манульчик А кто У нас Приземленный И может Сделать Сайт Цыковского С его Восьмидесяти Лекциями Слух Души За Это самое Опять же Мы Мы всегда Упираемся А какая Смета Я объясню Можно не платить Во смете Ничего Но ее Считать Всегда Обязательно Поэтому Какие пожелания Какое техзадание Какая Смета А По плецам От этого Мы сможем Понять Где нам Надо скинуться На сервера На домен А где Напрячь людей Чтобы что-то Не знаю Я всегда говорил Что сайт Это Комплексная Задача Если вы Не понимаете Как делаются Сайты А вы Не понимаете Как делаются Сайты Друзья мои То не беритесь Никогда За обещание Сделать Кому-то Сайт У меня У самого Нет сайта Просто потому Что я понимаю Что в одно лицо Я это Сегодня осили Как я хочу Вот я сижу На Короче У меня 6 У меня 6 флешек И 80 лекций И их нужно Сохранить Для потомков И структурировать Классные Классные Специалисты Вообще Есть Ну я Не буду Говорить Ворошила Это Блин Это Брат Но есть Секие Инженеры Вольво Типа Шляпникова Которые Много Сдувают Бороду Но на самом Деле Постою Пусть Он же Менеджер Пусть Менеджерит Ну Я Не говорю Что он сам Писать сайт Пусть он Что-то Сделает А то Что это Все А вот Подожди У нас Дофига Вот таких Людей Сидит Все Манульчик Давай Позитивай Вот поэтому Я ушел Вот поэтому Я ушел Что никто Не хочет Ни хуя Делать Ну Ты пойми Ну ты же Видишь Единицы Двигаются Имидацию Вперед Как говорится Берите Плетку Девятихвостку И Наводите Порядок Среди Тех Кто реально Может что-то Сделать У которого Есть ресурс Которого У меня были Уже Я Ну Уже И вернуть Ничего Назад Не могу Там уже Другой Проект Работает Вот у всех Такая же Проблема Да Дружище Вот Когда-то Просто Ну Не срослось Ну А это Я не хочу Сказать Прокое Или Хорошие Офигенски И опыт Это то Что мы С собой Заберем В могилу Бля Никакие Деньги Ни хуя Мы заберем Мамульчик Ну что ты Материшься Насмотрят Дети Потому что У меня сердце Болит Друзья За планету Поэтому Матерюсь И выражаюсь Чтобы дошло До каждого Другого Сердца Кто меня Слышит Блин Форевер Я Словер Тот глухой Пусть он Идет Уши Как говорится В одичке Болевая А настоящие Люди У которых Душа болит За планету За человечество Душа болит А сердце Плачет Реально Ну именно Матом Разговаривают Люди В душах Согласитесь Так что Извините Но Конечно Гусар По мне Силен В общем Тесла Делается Тесла Искра Должна Быть Метровой А после Днюхи Возможно Разместить На доме На Рублевке И когда Путин Проезжает Запустить Искра Или Разряд Это важно В смысле Две Разных Физических Величины Потому что Искра Это моментальный Пробой Который Более Сложен В исполнении А разряд Устойчивый Длинный Метр Это фигня Это он Криосан В Индии Сделает Девочек Подключать Электрон У нас же дети Должно быть Безопасно Относиться Инженерно Разные Вещи Молодец Вы очень точно И профессионально Это что же Конечно Да Это все красиво И можно сделать Но Насколько это безопасно Вот в чем Весь вопрос Да Все таки За безопасность Это не безопасно По любому Нет По любому Это как бы В любом случае Высокая Высокая напряженность Электрическая Больда Хороший опыт Для Слахола Они объяснят Про эту фигню Все В плане безопасности Там вот То что делает Криосан У него постоянное Напряжение И поэтому Это тоже Очень интересная Вещь То что делает Криосан Многое вырезано И ты это знаешь Поэтому И ты знаешь Как он это делает И Да Вот По любому Если как бы Это делать доступно Это должна быть Очень серьезная Какая-то защита Как ее сделать Это надо копать Уже опыт Так сказать Электрики Как науки Ну вот А почему А потому что Не было Ну Никто же не проводит Таких исследований Экспериментов Как это будет влиять Биологически То есть у нас куча Всяких институтов А все равно Никто это Не проводит Или проводят Но нам Это неизвестно Мы не можем Получить информацию Потому что Выпустили Десять брошюр И в одной библиотеке Их сложили Говорится Понимаешь Ну такая наша доля Эксперименты Эксперименты Ну все Манурчик Обнимаем Рад был тебя видеть Материал я со схемой Выложу Ну что же Да Схемочку пожалуйста Я очень прошу Сфотографировать Мне просто Ватсап Скинусь Да-да Хорошо Сейчас я тебя сброшу Потому что Я вижу Просто нифига Кроме белой бумаги И как-то она там За Ну видео Все Договорились Я Сказать кое-что Нашим зрителям Да И наши зрители Знаете Вы Короче Много расслабились Коронавирус Дома сидите Шевелите мозгой Ищите В интернете Курсы Все равно Сидите на стуле Учите что-то новое Это всегда Вам будет в пользу Фиг знает когда Сами Придумайте зачем Но это всегда Что-то новое изучать Это круто Вот такое напутствие От Лифно-шамана И шарлатана Все Ку Пока Ку 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 Ку